Папа Папу зовут Рама И он согласился мне кое в чем помочь У него есть токарный станок, которым он любезно разрешил попользоваться Я его уже юзал немножко и заточил вот такие вот плашки из орешника Говененько получилось, конечно Середина слишком пористая Сегодня обратимся к более благородной породе древесины Это черный граб Блин, да я из него могу несколько тоннелей сделать Сотню Ну сотню я загнул Даже поменьше ее сделать? Давай ее поменьше Можно, пожалуйста, ножовка Вообще граб довольно плотный И при работе с ним требует немалых усилий Уже реклама Хайникина из золотой бочки была? Была Еще когда учился в школе, на трудах постоянно терся около подобных станков Это на первый взгляд кажется, что штука замороченная Но при малейшем использовании понимаешь, что управляться с ней довольно просто Больше всего меня завораживает смотреть, как древесина стачивается миллиметр за миллиметром До состояния нужной нам заготовки Я сделаю две пары плак с разницей в пару миллиметров в диаметре Шириной в 1,1 сантиметра Стоит ли говорить, что на подобном станке углубления делаются намного быстрее И они получаются более плавными На этом же этапе сглаживаем будущие плашки до нужного нам состояния И нарезаем их с помощью лобзиков Готово Из-за того, что отпиливал лобзиком, в середине появился заусенец Убираем его и выводим площадь в ноль Вощить будем интересным способом Значит так, 50% воска 50% льняного масла Отсчитываем от получившейся массы 5% И ровно столько добавляем канифоль Топим все до состояния одного целого И покрываем плашки этим составом Я заметил, что плаги местами сухие Поэтому покрываю их еще одним слоем И оставляю лежать часика на полтора Вот теперь важный момент С помощью строительного фена я убираю излишки налипшего состава Но еще так же получается, что плашки нагреваются И состав более глубоко проникает в древесину То, что нужно От ващения они стали еще темнее Из всех тех, что я сделал Вот эти экземпляры нравятся мне больше всего Вот